Является ли язык уникальным свойством человека? Существует тенденция, что язык предстает исключительное привилегии людей, и это вносит в исследование определенные предубеждения. Несомненно, язык человека более сложен и изощрен, чем все известные системы коммуникации животных. Но означает ли это, что между общением людей и общением животных существует непреодолимая пропасть или все дело в степени развития коммуникации, а различия носят количественный характер? И самый главный вопрос, насколько язык человека может отличаться от существ вне нашей планеты? Что ж, давайте разбираться по порядку. В последние 30 лет изучение языкового поведения животных открыло совершенно новые перспективы для познания их высших психических функций. Речь идет об использовании символов, категории и даже способностей скрывать свои мысли и намерения. Иными словами, изучая возможности коммуникации животных, мы раскрываем дополнительные возможности их интеллекта. Например, опознание принадлежности особи к определенному виду, сообществу или полу. Информация о физиологическом состоянии животного, например, о состоянии голода или эмоциональное состояние, а также оповещение об опасности, нахождение корма, место для отдыха и досуга. Отчетливые вокальные звуки животных, разносящиеся эхом по диким ландшафтам, являются одними из самых узнаваемых форм общения животных. Во всех смысл. Например, замысловатые песни птиц передают различные сообщения и служат разным целям. Эти мелодии могут заявить о своей территории, привлечь пару или даже предупредить других о затаившихся хищниках. Кроме того, дельфины, например, используют для общения сложную систему щелчков, свистов и движения тела. У каждого дельфина есть свой уникальный свист, эквивалентный человеческому имени, по которому они идентифицируют друг друга. Горбатые киты известны своими удивительно красивыми и сложными песнями. Эти песни могут длиться часами и считается, что они используются в брачных целях или для общения для больших расстояния в океане. В любом случае, команда в подводных лодках не скучна. А вот австралийская птица Лерохвост известна своей способностью имитировать широкий спектр звуков, от позывов других птиц до автомобильных сигнализаций и бензопил, демонстрируя удивительную универсальность в вокальном общении. Лягушки издают различные звуки для привлечения сородичей или защиты территории. У лягушки Коки из Пуэрто-Рико есть характерные двухнотный звук, который настолько громкий, что его можно услышать на расстоянии до километра, тем самым заявить о своих правах. Гиббоны известны своими сложными и мелодичными дуэтами. В этих дуэтах пары слаженно перекликаются друг с другом, укрепляя свою связь и сигнализируя о своем присутствии остальным. Слоны способны издавать широкий спектр вокализации, включая грохот, который может проникать сквозь землю на большие расстояния. Шагающий по земле слон посылает инфразвуковые сигналы, которые, как показали исследования, распространяются более чем на 30 километров. Вибрации земли и инфразвуки улавливаются слоновьими ногами, поднимаются вверх по костям туловища, усиливаются костями черепа и, наконец, достигают косточек в среднем ухе. Таким образом, они координируют движение стада, рассредоточенного на больших пространствах, а также сообщают друг другу о найденных водоемах или об опасностях. Все эти примеры подчеркивают разнообразие способов, с помощью которых животные используют звуковые коммуникации для передачи информации, поддержания социальных связей и эффективной навигации в окружающей среде. Однако многие животные при общении в значительной степени полагаются на визуальные сигналы. Яркое оперение и зажигательные танцы самцов, райских птиц, служат отличным примером. Их грандиозные шоу, направленные на привлечение самок в брачный сезон. Подход интересный, но не обязательно рабочий для человека. Аналогичным образом пчелы исполняют замысловатый танец виляния, чтобы сообщить другим членам улья о местонахождении далеких источников пищи. Изменяя направление и продолжительность танца, они способны передать сложные географические детали. Расстояние до него они определяют по ритму танца и по времени исполнения фигур. Причем время это измеряется с феноменальной точностью до 0,01 секунды. Начало и окончание фигуры танцовщица регистрируют с жужжанием крылышек. Что ж, пожелаемым отличных танцев. Но есть еще кое-что, и возможно вы слышите об этом впервые. Химическая коммуникация или феромонная сигнализация широко распространена среди животных, особенно насекомых. Муравьи, например, прокладывают сложные феромонные тропы, ведущие к источникам пищи, которые подхватывают их собратья и следуют за ними. Когда разведчик находит слишком большую добычу, который ему одному не под силу оттащить в муравейник, он съедает некоторое ее количество, чтобы его ротовой аппарат пропах едой. По этому запаху рабочие муравьи смогут понять, что за еда, и оценить ее качество. Надеюсь, не через поцелуй. Ну и, конечно, физические прикосновения. Еще один неотъемлемый способ общения между животными. Тактильная коммуникация сохраняет свое значение у многих позвоночных, в частности, у птиц и млекопитающих. У них важное место по взаимоотношениях занимает так называемый груминг или уход за перьевым или шерстяным покровом. Он заключается во взаимной чистке или просто перебирании перьев или шерсти. Груминг, осуществляемый самкой в процесс выращивания потомства. И взаимный груминг детенышей играет важную роль для их физического и эмоционального развития. Подобная же демонстрация имеет место у некоторых грузунов. При встрече двух животных, занимающих разные ступени иерархической лестницы, подчиненное животное позволяет доминанту почистить свой мех, разрешая высокоранговые особи дотрагиваться до себя. Низкоранговая тем самым проявляет свою покорность и переводит потенциальную агрессивность доминанта в другое русло. Так что будьте внимательны и следите за пальцами. Электромагнитная коммуникация – еще один увлекательный вид общения у животных, особенно если учесть, что она проявляется у самых разных видов. У акул и скатов есть специализированные органы чувств, называемые ампулами лоренцини. Эти органы способны улавливать электрические поля, создаваемые мускульными движениями других морских обитателей, находящихся поблизости. Эта способность помогает им ориентироваться, охотиться за добычей или избегать хищников. Акулы, например, могут даже обнаруживать электромагнитные поля, излучаемые биением сердца, зарытый в песок водолаза. Некоторые виды рыб, таких как электрический угорь и различные виды рыб-ножей, обладают способностью генерировать и воспринимать электрические поля. Эта способность помогает не только в навигации и общении, но и в обнаружении добычи и сородичей. Эти рыбы генерируют электрические поля с помощью специализированных клеток, называемых электроцитами. Когда эти поля искажаются объектами или другими животными, рыбы чувствуют эти изменения и реагируют соответствующим образом. На самом деле, об этом можно говорить очень-очень долго. Примеров десятки тысяч, и все они по-своему уникальны. Потому как царство животных – это динамичная вселенная, изобилующая увлекательными формами взаимодействия. А значит, изучение общения животных может дать ценные сведения даже о потенциальных механизмах и сигналах, которые могут быть задействованы в инопланетной коммуникации. Как мы уже разобрали, животные на Земле используют широкий спектр методов общения, включая визуальные сигналы, звуковые, химические и даже электромагнитные. Изучая эти разнообразные стратегии, мы можем лучше понять возможности систем коммуникации, которые могут существовать у внеземных цивилизаций. Изучение невербальной коммуникации может помочь расширить наше представление о том, как вообще можно общаться без устной или письменной речи. Понимая, как животные общаются в различных средах обитания и экологических нишах, исследователи могут предположить, как инопланетные виды могли бы приспособить свои методы общения к собственной уникальной среде, которая может значительно отличаться от земной или вовсе находиться в космическом пространстве. Способ, который вероятно инопланетяне могут общаться, зависит от множества неизвестных факторов, таких как их физиологические характеристики, сенсорные возможности, технологические достижения и социальная структура. Подобно многим животным на Земле инопланетяне могут использовать невербальные сигналы, визуальные проявления, язык тела, телепатия или другие формы сигнализации для передачи информации. Это может быть особенно актуальной, если в физиологии инопланетян не поддерживают устную речь или письменный язык. Может быть у них вообще нет ни рта, ни глаз. А потому одна из форм продвинутой инопланетной коммуникации включает в себя телепатические способности, позволяющие напрямую передавать мысли, эмоции и информацию. Также правдоподобно, что инопланетяне могут обладать сенсорными способностями или модальностями, совершенно отличающиеся от человеческих. Например, они могут использовать для общения электромагнитные сигналы, феромоны или ультрафиолетовый свет. Инопланетная коммуникация может включать в себя сложное кодирование информации, потенциально намного превосходящая сложность человеческих языков, с использованием сложных узоров, математических принципов или других сложных средств кодирования и декодирования информации, однако простые в их понимании, не в наших. В конечном счете, возможности инопланетной коммуникации ограничены лишь нашим нынешним пониманием Вселенной. Пока человечество продолжает исследовать тайны космоса и искать признаки внеземной жизни, пересечение исследований общения животных и теории инопланетной коммуникации дает возможность задуматься о широких возможностях, которые могут существовать за... Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok